Продолжение следует... ...схождение и освящение благодатного огня. Правда, попали в храм сегодня немногие. 9.30 утра традиционно в процессе армянской апостольской церкви прибыла на площадь перед древней базиликой, принеся туда ключ от старых дубовых ворот церкви. Но открывали по существующему статус-кво церковные врата. Отнюдь не представители армянской церкви, а представители двух старых иерусалимских мусульманских семей, Хусейни и Нусейби. Эта традиция существует здесь уже практически 8 столетий, и введена она была еще Салахаддином, мусульманским правителем. Когда в церковь прибывало до 10 тысяч человек, это была плотная толпа на всей просторной территории храма гроба, то сегодня толпу мы наблюдаем только у Кувукли, возле часовни. Местные власти и полиция допустили для участия в церемонии всего полторы тысячи человек с силой и тимностью обеспечивать безопасность для верующих, которые находятся в суде. Происходило открытие дверей храма сегодня рано утром, то, о чем он сказал. И оказывается, гораздо меньше людей пущено в храм, я ошибся, всего полторы тысячи человек. Так что, может быть, постепенно их количество будет увеличиваться. Машут крестами и выражают свою радость, что сейчас будет схождение благодатного огня. Они скандируют и кричат, наши сердца открыты Господу. Господи, снизойди в виде огня на пучки. И это вот, как канонарх кричит один, а скандируют это. Ждут схождения благодатного огня в радости. Это такая восточная традиция, радостная восточная традиция. Однажды я видела... Во время наших репортажей как раз был сюжет, посвященный арабской молодежи. Те, кто особенно этим интересуются, могут в архивах его посмотреть. Через некоторое время мы сейчас увидим, как происходило открытие храма. Храма Хейсейби, вот ее представитель, как раз сейчас, только что поднимался на лестницу, имеет особое право открытия в рад храма. Да, то есть это отдано мусульманам, как посторонним нехристианам, которые следят за тем, чтобы правильно Биба проверила уже многими годами. Хирманами подтверждены еще турецкими и до сих пор соблюдаются. Многих веков хирманы выданы еще с отременом Салахаддина. Мы видим раннюю съемку, когда открыли только врата, и гроб Господень еще не опечатан. Его проверяют разные представители, нет ли там чего-нибудь с неба. Греки не называют благодатный огонь благодатным огнем. Они называют его святой свет. И даже в молитве у нас есть такое выражение, «Во свете Твоем, Господи, узрим свет». Духа святого является одним из главных дел для каждого христианина. Конечно, каждый это может понимать по-своему, но именно особая благодать света, она присутствует в храме. Сейчас мы увидим небольшой сюжет, посвященный истории храма гроба Господня. Они забираются на фундамент колонн. Были времена, когда с ночи оставались в гробе Господне, но эта традиция менялась. Соответственно, уже перед вуклией стоят клирики. Камень помазания. Сразу при входе припадают к камню. Это единственное... Сейчас мы видим кафеликон и русские иконы. Вот это представители коптской церкви. И серой и корейской тоже. Как я уже сказал, они очень небольшие, поэтому мы вместе с помозглением... Да, копты – это египетские христиане. Рысковая печать, которую несет отец Пантелеем. Сейчас в воздухе. Опечатывание двери означает и закрытие гроба Господня, который храняли римские стражники. Вот она показывает печать. Это входит представители армянской церкви. В сопровождении колоссов. И они будут одним из участников церемонии. Там была положена печать, и Понтий Пилат поставил стражников для того, чтобы никто не украл тело Спасителя, как считали фарисеи. Но речь, конечно, могла идти только о воскресенье. Вот их приход связан с шумом. Мы уже говорили об этом, что они свою любовь к Богу таким необычным образом проявляют. По одним словам, как говорили те, кто находится рядом с ними, они даже говорят о том, что Христос, Он из того же селения, что и мы. То есть вот такое детское, непосредственное восприятие благодатного огня и воскресения Христова. Потому что огонь и воскресение для них являются единым свидетельством о особом евангельском событии, которое мы вспоминаем завтра. Арабскими надписями, в которых прославляется Христос. Как правило, они пишут Христос в воскресенье. И это же и скандируют. Наша вера правая, вера православная. Кричат, поддерживают. Именно прямо обращаются к Господу в такой детской непосредственности. Иногда это приводит, конечно, к каким-то потасовкам. Но мы очень надеемся под контролем израильской полиции. И все-таки, несмотря на такую эмоциональную их приподнятость, все-таки они придерживаются определенных правил, определенных рамок. Да, и в то же время выносят какую-то праздничную атмосферу. Работы, они были растянуты на очень долгий срок, почти на весь 20 век. Но сейчас мы видим кувуклю и храм Господень такой особой, может, как первозданной красоте, в какой он был еще в 19-м веке. Всех снимают. Всех снимают, потому что это очень необычно. Между духовками, ну, видимо, вполне такие светские молодые люди, но при этом для них это особая честь участвовать в этой церемонии, потому что далеко не всех пускают. И мирское, и духовное. И в 19-м веке из Яфы и тащили пешком на специальных катках. И до сих пор все эти колокола висят и звучат на святой земле. Ни один не разбит, ни один не молчит. Такое трепетное отношение к колоколам, видимо, сказалось на них сохранность. Вот, видимо, нашу делегацию, а это арабы опять скандируют. Я хочу сказать, что русские паломники, начиная с 11-го века, а может быть и раньше, посещали Иерусалим. По вас, с большим трудом удается сдерживать народ, который наседает, хотя народу гораздо меньше, чем обычно, но тем не менее все-таки все хотят присутствовать рядом с Патриархом, которому, опять же, по регламенту подходят представители всех конфессий и приветствуют его. Вот сейчас выходит Армянск в этом году в виде благодатного огня. Вы помните, что когда было с рождения огненных языков на опостке в Троице, что это первое такое явление благодатного огня, исследователи вспоминают и то, как Моисей стоял у неопалимой купины и созерцал. Время трижды обойдет вокруг Кубуклия часовня гроба, потом разоблачится, и вместе с представителем Армянской апостольской церкви войдет внутрь. Сейчас Кубуклия опечатана, несмотря на то, что у Кубуклия достаточно тесно, несмотря на то, что гремят торбуки представителей местных молодежных арабских общин, и скандируются лозунги на арабском и арамейском. Наша вера правая, вера православная. И несмотря на эту толчую, в краме достаточно просторно полиция и соображение безопасности допустила на церемонии всего полторы тысячи паломников. В краме около Кубуклия находится представитель Российского фонда Андрея Первозванного во главе с Владимиром Япониным и заместителем... Она тоже часть статус-клова. Да. И вот она-то и зажжется. Она будет поставлена на гроб Господень и зажжется. Также благодатный огонь выступает на крышке гроба, как роса. И много ваток там кладут цветогробцы, и потом эти ватки раздают. Это ватки, пропитанные благодатью. От этой благодати, от голубого пламени возникшего, потом патриарх зажжет свои основные пучки благодатного... ...с благодатным огном. Какие были у Вас впечатления, Матушка Ковченко? ...в этих белых одеяниях с голубыми крестами вышитыми, идет к гробу Господню. Это цвета святогробского братства. Все священники не помещаются в кухле, когда идет литургия, и они двумя колоннами такими, слева и справа, стоят во время слуха. Можестную литургию сейчас, она будет завершаться уже в пасхальную ночь, а сейчас начинается крестный ход, когда все священники, клирики, начинают петь то песнопение, которое мы тоже будем петь ночью. «Воскресение Твоей Христе Спаси». Мы поют его, естественно, по-гречески, греческим распевом. Все службы на гробе Господнем, в греческой патриархии, конечно, проходят на греческом языке. И это всегда удивительно для паломников, что нужно включаться в другой язык. Но становится многое понятно, а Отче наш в этом гробе высеченном скале. Вот сейчас развертываются хоругли, и на них изображение святых, и несут их крестным ходом. Среди всех идущих мы видим патриарха. Крестный ход является самым вечности, поэтому крестный ход является неотъемлемой частью многих богослужений православной церкви. Как мы уже сказали, это могут быть и печальные крестные ходы, связанные с погребением плащаницы. Такой же крестный ход мы совершаем, когда спорваем успение Божьей Матери. Но многие крестные ходы являются и торжеством православия, являются символом радости. Такой крестный ход мы уже будем совершать сегодняшнюю ночь и всю ближайшую неделю, когда во всех наших храмах обязательно в Божественной Литургии будет завершаться в обхождении храма с хорубьями, с украплением святой водой, с благословением креста всех молящихся. Так что это торжество будет завершаться целую неделю. Спрашиваю патриарха, все в молитвенном ожидании следят, как идет крестный ход. И к нему допускается тоже определенное количество священнослужителей, оно тоже декламентируется определенным образом. Да, и греческие военные здесь есть, мы видим их по облачениям. То есть здесь какой-то избранный такой... ...мысли, которые, как мы знаем, тоже присутствуют во Святом Граде, в Иерусалиме, где он, собственно, и завершается. Так что крестный ход для нас является символом и смерти, и воскресения Спасителя. Слева стоит матушка Екатерина. Вот в левом углу. Это ибумия горнего русского монастыря. Матушка наша всегда традиционно присутствует на крестном ходу. И каждое схождение огня всегда посещала матушка Георгия Щукина ибумия горнего монастыря, почившая вот в этом году. Вот опять мы видим Патриарха. Он сосредоточен. Весь ушел в себя. Молится. Молит Господа. Именно искренней веры, именно доброты, которая держит этот мир, которая очень часто переполнена корыстью, злобой, теми дурными поступками, родителем которых является сатана. Тьмы и зла и есть на самом деле главный смысл жизни любого человека, христианина в первую очередь. Поэтому вот это умение и желание искренне человека покаяться в своих грехах, обратиться к Богу, оно очень важно в нашем сугубо рациональном, рассудочном мире, когда мы все привыкли оценивать исключительно с прагматических позиций. А именно вера, как говорит апостол, это уверенность невидима, это ожидание того, что сбудется наша надежда и является именно тем вдохновляющим и главным, что держит и человеческую жизнь, и мир в целом. Катастрофы, связанные с которой были при кресте, находились при гробе. Недаром вот гроба, как великая грешница, и думала, что она имеет право войти. Эта икона до сих пор хранится в правом пределе в церкви сорока учеников севастийских, и там еще небольшой русский образ, где Мария не... ...го есть, он обязательно может чего-то достичь, и поэтому преподобный будет так особенным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова